Есть у меня монеточка, причем как блеснула, подумал уже, ну все, сребреник, сребреник в кармане. Трезубец, все дела, смотрите. Копнул вот ямку, ну сантиметров 10, не больше. Надеюсь, что удача сегодня повернется ко мне передом или каким-нибудь еще хорошим местом. Друзья, все мы знаем, что старинные вещи, монеты, награды, древние артефакты стоят очень дорого. Ну а заработать на продаже антиквариата можно с помощью аукциона Виолити. Здесь профессиональные эксперты помогут вам определить вашу находку. Удобная система поиска позволит узнать цену на нее. А большая клиентская база даст возможность продать по самой выгодной цене. Открывайте торги и зарабатывайте на этом деньги. Ссылки на аукцион и ютуб канал Виолити вы найдете в описании под этим видео. Приветствую вас, друзья! Вы на канале в поисках золота и кладов. И у нас наступила настоящая весна. Наконец-то снег растаял. Земля тоже немножечко отошла. И сегодня мы вместе с вами пойдем недалеко от моего дома. Поищем какие-нибудь древние интересные артефакты. Что найду я вам, конечно же, покажу. А пока в начале этого видео хочу передать привет моим друзьям, веселому комраду, который теперь уже не просто веселый комрад, а называется его канал Охота за кладом с веселым комрадом. К Ростышевскому копателю Лене также привет. Привет группе вайбере Коп Юэй, уже громадской организации, официальной и серьезной. Ну и всем-всем-всем, кого знаю и уважаю. В общем, друзья, я побежал, а вы смотрите. Надо еще, друзья, заскочить в магаз, прикупить какой-нибудь провиди на перекус. Ну что ж, друзья, затарился вот таким вот обедом бомжа-туриста. Я на пару часиков, поэтому думаю, хватит. Сникерс большой, а сачок маленький. Так что, надеюсь, будут у нас ловиться артефакты и большие, и маленькие. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнце следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнце следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Друзья, пришел на место, а тут такой ветруганище просто-просто неимоверный. Поэтому, как поет наш любимый и дорогой Сережа Михалок и его группа Ляпи Струбецкой. Раз, два, проверка микрофона. Наверное, снова слова забыл. Три, четыре, у кого магнитофоны, включайте эту группу со всех сил. Друзья, дальше Сережа Михалок поет о том, что любовь повернулась к нему задом. Ну, надеюсь, что удача сегодня повернется ко мне передом или к каким-нибудь еще хорошим местом. Так что, смотрим и копаем. Погнали! Вот такая тут у нас трава, где улеглась, где не очень. В общем, буду лазить здесь. Посмотрим, что у нас из этого получится. Видите, какой ветер дует. Есть, друзья мои, первая находочка. И сразу-сразу напомнила она мне о детстве. О детстве, когда, не знаю, как вы, но мы во дворе гоняли с этими рогатками. Наделывали вот такие вот скоблики. И пуляли по каким-нибудь воробьям или по мишеням. Вот такая вот находочка. А сейчас вот это вот мы с вами копаем. Я юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю. Жить, учиться и работать. Как завещал великий Ленин. Как завещал великий Ленин. Как учит коммунистическая партия. Как учит коммунистическая партия. Юные ленинцы, к борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы. Всегда готовы. Вот такой вот скоблик из алюминиевой проволочки. Да. Детство, как говорится, прошло. А память осталась. Еще один хорошенький сигнальчик. Снова облом и снова надежда. Вот такой вот царь полей, да. Есть царица полей, а это царь полей. Пенициллин. Ну, крышечка от пенициллина. И вместе с ним вывалилась вот такая вот штукенция. Кусочек керамики. И период правильный. Правильный период. Вот такая вот керамичка. Русь, друзья. Здесь, как говорится, Русью пахнет. Но остался, я так понимаю, один запах артефактов. Что-то пока не попадается. Итак, друзья, есть у нас первый намек на то, что мы с вами на правильном пути. Кусочек пряжечки попался. По Руси, 12 век. Ну, примерно там 11-13. Ай, ветруган он сносит. Сносит все на свете и меня с этих горбов. Вот такой вот предмет. Обломанный, но вселяющий немножечко надежду. И снова был у меня сигнальчик. Вот ямочка. Вот так глубоковато. Вот с первого штыка не взял. Еще немножечко. Глубже было откинул. Вот здесь лежит. И это становится уже интересно. Есть у нас находочка. И я думаю, что на этот раз это целая пряжечка. Вот, смотрите. Вот она. Вот такая пряжка по Киевской Руси. Вот эти пряжечки глубоко приборы берут. Так как они у нас имеют отверстия вот такие. Ну, круглой формы. Поэтому приборы их цепляют хорошо. Это уже крестики там и прочее. Вот такие вот неровные артефакты. Трудно взять. А вот такие пряжечки любой прибор зацепит. Повторюсь, глубоковато было. Ямочка. Ну, вот так вам не видать. Ну, сантиметров, я думаю, 25. Возможно, немножечко глубже. Ну, что ж. Это уже поинтересней. Еще что-то вывалилось, друзья. Вот уже я ямку закопал. Такое, как подобие персенька. Ну, щиточка от персня. Вот. Какой-то сплав такой свинцовый. Как мне кажется, тяжелая очень. Сейчас я его немножечко протру. Если что-то будет на нем видно, то покажу. Вот такой, друзья, персенек, щиточек персня. Что-то там вон какие-то звездочки. Буква джит. Или что это такое, не знаю. В общем, не знаю я, рус ли это. Или немножечко. Период попозже. Но все равно предмет не целый. Поэтому заморачиваться особо не станем. Копаемся. Попался, друзья, еще сигнальчик. Копнул я его. Уже думал, что это пулька какая-нибудь. Средневековая шрапнель какая-то. Но нет. Это у нас, друзья, прясло. Прясло по Киевской Руси. Вот такой, друзья, предмет. Вот. Прочистил я отверстие. Видите, хрупкое. Но с этой стороны немножечко свинец покрошился. Но это ничего страшного. Ничего особо ценного. Вот такой вот предмет старины. Древний, древний предмет, друзья. Тысячу лет. Вот этой штукенции. Грузик для веретина. Прясло. Примерно. Это уже после... Ну, 13 век. То есть, до этого, до татар, были у нас пряслица из шифера. Вот такой камень у нас тут в овруче, на древлянской земле. Делали их. А потом разграбили татары это место. И такие уже вот появились свинцовые люди. Сами отливали. Вот такие свинцовые прясла. Хе-хей, друзья. Есть у меня монеточка. Причем, как блеснуло. Подумал уже, ну все. Сребреник, сребреник в кармане. Трезубец, все дела. Смотрите. Эх, ребята. Попался полтос. Вот трезубец горит. Сама в патине такая зеленая. Год я вам не покажу. Наверное. Какая разница, какой год. А, есть, видно. 90. По-моему, 92. Вот на сребрениках вот такие вот трезубцы были. Да. На сребрениках появились они Владимира, более поздних. На первых сребрениках был, с одной стороны, Владимир, князь великий киевский, а с другой стороны, лик Иисуса. Иисуса Христа. А позже Иисуса заменили на вот такой трезубец. Вот так-то. А это у нас 50 копеек. Хоть бы гривна была. Да. Киевского типа. А гривна, друзья, кто не знает. Вот название нашей валюты украинской пошло от гривен, которые ходили тоже во времена Киевской Руси. Серебряные слитки. До этого были шейные гривны. На шее носили такие обручи. А позже отливали слитки. И были гривны киевского типа, черниговского типа, новгородского типа. Ну и еще. Еще варианты. И в честь этого назвали нашу валюту. И попался еще один предмет из прошлого. Пуговка. Пуговка-гирька вот такая. Пустотелая она. Или ломаная какая-то. В общем, очень легкая. Она пустотелая. Есть такие заполненные. А эта внутри пустая. Но, по-моему, это у нас не бубенец. По-моему, пуговка-гирька. Все тот же. Друзья, период. А у меня обед по расписанию. Ну и пока ем. Хотелось бы вам, друзья, порекомендовать вот такой вот класснейший канал моего друга, который копает. Не так, как я, вот эти вот обломки, да. А классные ему попадаются артефакты. Именно по Киевской Руси. Друзья, переходите на канал. Поиск золота, монет и артефактов. И вы увидите эти шикарные предметы. Это канал Сани Баченко. Я давным-давно на него подписан. И постоянно смотрю и любуюсь, конечно, на его находочки. Поэтому, друзья, заходите, подписывайтесь. Ну и ваше здоровье. Вот смотрите, друзья, как бывает. Вот это кто-то выкопал до меня. Ну, видно, что в этом году. Видно, что это было уже в этом году. Ямка свежая, закопанная. Все нормально. Но, ребята, посмотрите, что лежало рядом. То есть даже такое уже некоторые не забирают. Не то, что пробки остаются. А и вот такие предметы. Смотрите, это у нас окончание браслета. Вот, лежало прямо в траве. Вот, тут у нас икрины вот такие. Процветший крест, так называемый. Вот. Бронзовый предмет. Тот же период. Русь до Монгол. Друзья, это я не знаю даже, как назвать. Я думал, уже это видео у нас не выйдет в свет, так как, ну, ничего сегодня не было. И уже шел по направлению назад, в сторону дома. Ну, не ушел еще отсюда с этих огородов, но уже шел в сторону домой. И, ну, смотрите. Копнул вот ямку, ну, сантиметров 10, не больше. И смотрите, друзья, что попалось. Есть то, зачем я сюда постоянно лажу, но не постоянно нахожу. Друзья, крест. Крест по Киевской Руси. Смотрите, какой красавелло. Маленький, но такой аккуратненький. Вот такой, друзья, красавчик. Гляньте, двухсторонний, но с двух сторон одно и то же на нем. Маленький вот такой, смотрите. Ну, какой красивенький. Классно вообще. Ну, все, не зря, не зря тут лазил полдня. Не, в натуре класс. Хотя мог уже, если бы сложил прибор и пошел уже так, с рюкзаком за спиной, то остался бы без него. А так, вот. То есть, реально находка неожиданная. Хоть и, конечно, всегда надеешься, но уже я сегодня не ожидал. Четко. Найти вот такого вот красавчика. Поэтому, друзья, обязательно, обязательно с вас лайкос за такой вот крестик. Умеете. Супер, суперская находка. Могете просто. Отлично. Отлично. Сейчас, в общем, все вам находочки тогда уже и покажу. Уже тогда и видео это запилю. Вот такой, друзья, результат сегодня. Все вы это видели. Обломанная пряжка. Пуговка-гирька. Целая пряжка. 50 копейки у него со второго. Все эти обломочки, прясло. И то, что сделало сегодняшний день. Полдня. Полдня. Нашего копа крест. Вот такой прекрасный крестик. Вот такие вот находочки. Место, конечно, выбито. Трава высокая. Поэтому находок не особо. Но в следующий раз, я надеюсь, находок у нас с вами будет поболее. Поэтому, друзья, ставьте лайки, закапывайте ямки и не забывайте подписываться на мой канал. С вами был, как всегда, ваш друг и соратник, кладоискатель, анархотурист. До новых встреч на канале в поисках золота и кладов. Пока! А сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, гони соблазны. У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди. Дорогою добра. Субтитры сделал DimaTorzok